У нас, я так понимаю, должно быть RNG против Team Serenity. В Serenity коллектив достаточно интересный с точки зрения того, что им уже нечего здесь делать, то есть они уже точно никуда не выходят. Знаете ли вы хотя бы одного человека, который в нем играет? Team Serenity? Да. Потому что вчера, например, у нас твоя игра была, точнее, и мы как раз на самый сложный капитан, в смысле, назовите капитана команды, и самый сложный был Team Serenity. Это тот самый на Наги игрок, Авинтадор. Помните? Да, это марка, это Lamborghini, название машины. И тут просто Папаня на первый пик, что скажешь? Тройка Папаня, инкамин. Думаешь, тройка? На самом деле они очень плохо сыграли с ту игру с Нагой, это, я думаю, что Дмитрий не видел ее, но не советую смотреть, поэтому давайте просто опустим подробности и вернемся к пику. Знаешь, вот я так сказал, типа, вот они тут нечего делать, им нечего терять, но самый опасный зверь, это тот зверь, которому нечего терять, он может Егора спросить, которые напали, в общем, наградить. Это сильный хвост. Ты либо становишься как бы зверем, либо дед инсайдом, поэтому мы выбрали другую эстезию. Ты, кстати, не чувствуешь небольшую печальку и ответственность, которую, например, чувствовал Айсберг, когда написал в Твиттере о том, что прости, ФНГшка, все дела. Почему? Ну, в смысле... Ну, если они проиграли, значит, они не были достойны выиграть. Окей, нет, ну, я чувствую, что я, например, Айсберг почувствовал какой-то лично. Я про личность, скорее, эмоции. Ну, потому что ФНГ ему более близкий друг, нежели я. Это шутка была. Ты думаешь? Да, это точно была шутка. Думаешь, это был рофл? Да, да, да. Сомневаюсь в такой момент люди рофлят. Я думаю, это не был рофл. Крайне сомневаюсь. Потому что здесь как бы уже не до рофлов. Да, там... Рофлов закончились. Это более, знаете, как вот Гамбиты проиграли, Гамбиты в тильте, а Богдан ему еще гвозди забивает еще туда. Опять Шадо Демону сейчас Никита придет, посмотришь на него. Вспомнит своего обидчика, который его не выпустил. Вместе с Адекватом. Если взять с собой еще и две первые позиции. Хватит об этом, давайте вернемся к драфтам. Да ладно, мы рофлим. Все уже закончилось, уже давно-давно все все пережили. Давайте, да, вернемся к OmniNight в ВК. В первые драфты, я, кстати, по-моему, первый раз вижу ВК на ФП. На всех регионах еще не было. Ну, он король. Может себе позволить. Он сейчас будет вести свою армию в бой. У него есть уже рыцарь один. У него уже, да, есть рыцарь один. Вот, единственное, что я не совсем понял, почему Шейкера забанили. Возможно, хотят набрать пять милишников. Тут просто более логичный какой-то тайт, чем Шейкер. Вот. Конечно, это знают просто. Ну, может быть, он им мешает, не знаю. Ну, то есть банд Шейкеру. Шейкер, когда вы имеете Лишака и Шадоу Демона, вы не хотите брать Шейкера, это точно. Слишком долгая фиссура. Герой не совсем фронтлайнер. То есть тут хочется именно такого героя иметь под этих двух магов. Танка. Танка, который остановит короля. Ну, и, кстати, Лишак. Лишак, Лишак. Надо вспоминать. Китайский регион. Лишак, они его очень любят. Они его очень ценят на третью позицию, на вторую. Они прям обожают этого героя. Просто Мэйби его ввел настолько жестко в популярность именно в регионе. Ну, потому что он является иконой все-таки. У Орнджи. У Орнджи даже Монет играет на Лишаке. Да, но у них третья позиция прям реально может дикий импакт сейчас показать. Если они на третью позицию поставят Лишака, вот вы видите. Это кто? Флайбай у них или Ахфу? Ахфу в пятерка. Это распределение по ролям. Никнеймы стоят. Ага, понял. То есть Агентадор, Зуд, Пи-Габли. Ну, просто самое главное, что да. Ланэм и Ахфу это связка сапов. Да, ну, значит, Флайбай. Я просто пару игр видел. Он действительно там на Лишаке просто колоссальный. Пока она вот и тает. Кажуальный арбуз против... Он не кажуальный. Здесь он реально хороший. Я сказал, что лучше Тайда банить, а не Шейкера. Он здесь реально классный. Ну, там еще Марс был. Забанили бы Тайда, взяли бы Марса. То есть героев много. А я говорил вот на вчерашней аналитике, что вот в чем отличие китайские коллективы в этих квалах. В том, что они, в принципе, играют круто, пометят, все понимают и так далее. Просто она у них несколько устаревшая. Скорее всего, это связано с тем, что они полюбляют этот РД. Соответственно, на АП героев нарабатывают более медленно. И в основном они их как бы подворовывают, когда уже приезжают на какой-то лан. И их чем-то, в общем, обузят. Потому что была точно мета с Пандой, где все брали на ферст-пик Европы. Игнорировали. А потом, когда все перестали брать, они ферст-пик Европы и продолжали брать. То есть у них это все так. Опа. Санейка стайл. У меня вот почему-то такое ощущение, что в Рейскинх это не тот герой, который прям супер хочет Хевлингрейс. Это приятно, но если там... Ну, конечно. Это просто будет герой, который тронет... Да, если говорить о Свене, то он вообще просто батится с этим скиллом. А вот в Рейскинх такое ощущение, что как будто ему не особо хочется его иметь. Парни, просто советую вспомнить, в каком положении сейчас Тим Сиренити. И ребята решили сыграть душой. Напоследок. Душой? Смотри, еще один появился. Рыцарь. Адмирал. Закинули пару герой. Закинули пару герой. Герой для души. То есть... Да, да, да. Это противостояние Тайдай Кунки просто лорное. Там Тайдз, значит поставим здесь Адмирала. Он сразу Кунка. Да, да. Берется дизатор, потому что Тейдхантер это герой не атакующий, им нужно компенсировать атаку. И сразу же говорят о том, что у нас лишь Ракмид. Мы будем играть активно. У нас уже есть атакующий герой, мы будем вас давить. Не факт. Я говорил, что Манет играет на Карибельшоке. Очень возможно. А, вот так вот даже. Да, это возможно. То есть у кого 22-й? 22-й у РНЖ, значит они будут флексить. Хорошо. Круто. Прикольно. Но им все равно нужен герой, который сейчас Физой будет бить, если, конечно, это не Тайдкор первой позиции. Который, кстати, здесь силен. Физой. ЕБА. А, Нембермания. ОД в баню. Так, ну смотри, командир сухопутной армии есть. Морской тоже. Теперь командир летающих войск. Командир, глава мертвых, глава рыцарей, глава флотилии, адмирал. Нужен ли Тун? Ну, говорю, Бэтрайдер. Кто еще у нас летает? Ну, Вайпер. Вайпер, Визаж, который они берут. Герокоптер. Винтер Виверна, Феникс. Герокоптер. Все, все. Понеслась. Это просто стиль алоги анализа, когда, типа, надо собрать все стихии, чтобы сам был полноценный. Теперь мы собираем. А, ну вот и Банша. Но, может сказать, что она летает. И куча маленьких летунов. Она определенно летает. И Банша, и ее эскадрилья. Точно, кстати, да. Прикольно. Так, ну, а здесь хочется физового героя, желательно с брустом. Желательно с брустом, либо с каким-то таким мощным физическим ударом. Я бы сказал, что мы видим ВК первой позиции, Кунка третий. И в таком случае я бы хотел поставить Лишакана на мидл и добрать какого-то супер-хардкерри героя. Что-то вроде... Что-то вроде... Что-то вроде... Возможно, тролль. Тролль с Майлштормом. Возможно, опять же, тот же Герокоптер потенциально... Давай, я поделюсь. Да, я где-то потерял Свен. Ну, есть Свен, если ничего не выдумывать. Вот прям вообще ничего не выдумывать. Но правда он не найдет. И Варис Кинг не хочется, наверное, Свена. Но против Кунка тебе немного неприятно будет играть. Кунка тройка, кстати, очень плотная, и он напрягает тебя, икс-маркер. Только против ВК тоже. И Омника, я думаю, Свен не вывезет. Против Омника он хорош. Ты берешь талант на пятнадцатом уровне на диспелл. Все-таки это Кэррли Шрак и Нидл Лидер. И они решают их просто задавить. Да, погоди-ка, может быть Тейт Хантер Кур первой позиции, и наконец-то мы увидим то, что я прошу уже сделать в два месяца. Не-не-не-не-не. Ну, ты, видимо, игры Сикретов не смотрел там. У меня Мидван был на квалификациях Тейт Хантер Дэмэджем. Так я же играл против них тоже. А, это ты? Он не смотрел. Я блингайды по нему записываю. Это прям имбовый герой. Никита, Тейт Хантер Кур первой позиции. Никита не хочет. Он еще не распробовал. Но Никита же любит такую грязь. Это реально бог игры. Надо начать, наверное, с Чуаша. Скажи нам. Последний ласт пик вызывает вопросы, конечно. Но понадеемся, что РНЖ в отличной форме, так как они вполне себя прекрасно чувствуют на этих квалификациях и переедут этих ребят. Мне тоже кажется, что РНЖ сильнее. Если Тейт Хантер еще соберет Владмир, Дезолятор, медальку, большой крит, просто за тычку бьют. Да. Очевидно, РНЖ. Авентадор. ЖЖ в Invictus Gaming играет сейчас. Авентадор, собственно, никто иной, как Shadow, чемпион мира 16-го года. Просто я знал состав Сиренти, когда они были на пике форм. ЖЖ, Ксинкью и так далее. Это момент восьмого вентах, кстати. Да, там. Сейчас Ксинкью в их омах. Да. Но они, по-моему, что-то уже не прошли. Нет, они еще борются. У них еще есть шансы. Ну, даже если борются, в любом случае, у них там что-то не очень. Хотя Ксинкью он что на тройке, что на четверке просто нереально много делал. Позиции немного похожи. То есть ты обычно продаешься ради кого-то. Но у тебя всегда есть фарм. И они очень много делали. Иду проверять вард всей толпой. Я когда слышу восхваление Ксинкью, я вспоминаю его Рикимару на Интернешнл, и у меня прям, знаешь, сердце сразу рушится на две части, на три или четыре. ЖЖ тоже был очень хорошим кэрри. Если он сейчас играет, то он, наверное, тоже хороший кэрри. Он сейчас в IG, а не на топе? Ну, значит, да. В плей-вов проходит. Все еще хороший кэрри. Я просто не следил за китайской дотой, не видел, чтобы он выходил на какие-то ланы. Но тут уже другой состав. Тут другой состав, немножко обновленный, да. Ну, XCJ, PYW, ZYD у них оставались, эти ребята. Собственно, поменяли они кэрри, поменяли еще саппорт одного. Поменяли они Ксинкью как раз. Сложно их будет называть. ZYD, ну как легко. Можно Зуд называть по-русски. Ну, да. Пыш, Зуд. Да, с Пыш, Зуд. Я больше привык как-то по боку. Вот только Ксинкью нравится. Ксинкью красиво звучит. Да, как произношение. Слушай, а там Shadow Demon спрятался с Курьера перехватывать, да, я так понимаю? О, в затейниках. Да, но вон где Курьер стоит у Т3 и он не двинется. Тут пока Shadow Demon не покажется на линии. Опять же Shadow Demon, который вкачал первый скилл. Ну, а кто так играет? Ну, мне кажется, это странно. То есть, когда ты качаешь первый скилл, ты там сетапишь под трилайну, там сетапишь под какие-то станы. Тут, ладно, еще можно придумать, он выйдет в мид по длину, но этого не сучится. Не говоря о том, что его спалили крипы. Ну, вроде как, да. И Курьер никуда не двигается. Ну, да. Ой, знаю я эти стояния до третьей минуты. А он, типа, вон, тает его дружище в боте, ему плохо. А, нет, тает наоборот, не в соло стоит. Значит, Лишак. Не говоря о том, что эта знаменитая комбинация Disruption Stun наносит 80 урона, прошу замечать. Ну, плюс иллюзии же бьют, но смотри, они полхп сняли даже больше. Ну. Ну, пробили, пробили, но признание. Лишак пробился больше от крипов. Это правда. Это вот абсолютная правда. Мане, он сейчас еще не умрет. Крипсворд какой-нибудь в кусты пивай, W. Нет, не хватит. Не хватит? Тычка, а вот тычкой Крипсворд? С тычкой хватило бы, но... Как же опасно играть. Фэрифайр, вот сейчас он пытался обмануть, не получилось, развел Мане. Там, правда, погибает первым романом. Опять же, он все равно бы не убил с этого. Есть Disruption, и Мане станчик сейчас по таймингу даст, дотягивается, и фраг. Ну, они раскайтили, грамотно сыграли. Ну, откровенно говоря, Пыш перестарался. Он очень хотел сделать. Пьюайдабл ее. Очень сложно, но нужно ему ник придумать. Ну, красиво звучит, Пьюайдабл ее. Что за Пыш? Звучит красиво, но очень сложно. Я все-таки из деревни. Москва — это большая деревня. А как ты относишься к Даксаку? Честно, даже не мой ник. Это... Все равно. Брат придумывал, а я такой... Ну, у меня нет своего мнения, пожалуй, теперь мой ник. Возьму, да? Пусть будет. Да, возьму. Арендуем. Нет, я имею в виду произношение. Дахак, Даксак. Все равно? Плюс-минус, да. Понятно. Вот, может быть, наверное, и Пьюайдабл будет тоже, если его будут Пыш называть на русских трансляциях. Но я уже привык, приучил себя к Пьюайдабл, XZYD и XCJ. Как удобно. Я думаю, что нас за это зрители не покарают. А вот Авиндадора сейчас покарают и забирают Флайби вместе с Дизрафтором. Сделали убийство. Минус Рейс Кинг. Вопрос, что такого они сделали в первых пачках, что, а, линия так сильно запушилась, а, б, у них так все по крипам. Я надеюсь, что это просто как-то сыграли Тайд с Дизрафтором хорошо, потому что у них есть такие возможности, прокачать гуся. Да, вот он с щитом, с гусем. Вероятно, этот гусь был на первом, потому что иначе это не очень эффективно. И с гусем они должны были в ВК очень сильно пробивать на первой пачке. Либо, ну, Раста не должна была подставляться, поэтому, видимо, они нападали в ВК, и все из-за этого у них так отлично. Они оттянули себе линию, зафармили очень много крипов, выбили очень много регена и, в конце концов, убили. И, если честно, в боте можно ни на что не смотреть. Мы пятерки, но мы, короче, чуть-чуть подфармим. Сегодня, знаешь, какая интересная линия была? Клинкс плюс Тинни сложный. Клинкс отработал с упортом в начале, а потом бегал полноценной тройкой. Интересно. И они выиграли игру. Это, кстати, их оба были. Те самые. Ну, это Клинкс, здравствуйте. Это он, на Клинксе. Исполнял четвертую позицию просто великолепно. Акфолд, демон. Ага. Так, но пытается Мане разменяться, наверное, не сможет. Хотя Диаболики достаточно серьезно пробивают Умни Найт, и сейчас да, нам попадает Мане, красавчик. И баунтиру забирает для своей команды. А будет у ДП на боттл деньги? Нет, он просто так взял. Здесь убили Дизраптора. Дизраптора убили. Странно, почему нет тотальной доминацией в боте. по крипам есть, да, очевидно, у него там на тайге еще 500 голды, но, как и не позволяют ему, ну, ладно, на 200 голды. Очень мало. Ну, реабилитируется немного Сиренти, потому что стартер был ужасный. Видимо, реабилитируется, но по факту это должно работать наоборот, что вначале Рейдин сильнее, а чем дальше, тем Дайр хуже. А тут наоборот ситуация получилась. Погибает ЗВИД в центре. Просто дотикал первая способность Ланема сейчас и добирают. Ну, его Лина почти в соло, видимо. Опять нападение Солкетчер, раскаст хороший. Ну, вот, пожалуйста, сколько-то на первом уровне минус 25% здоровья или минус сколько там, 20% Солкетчера? Могу знать, сколько на последнем. 30. 25. 25, да, смотри, как точно. И 30. А вкачивает Солкетчер, все правильно. Ну, вот, для того, чтобы бёрстить, под Лишака, по-моему, идеальная комбинация, именно Солкетчер давать приоритет. Таквы играет именно так, без Шадо Пойзона. То есть, не зонит соперник, он именно настраивается на то, чтобы убивать его, вместо того, чтобы отгонять. И получается, пока на самом деле... Его раскачка, да, имеет логику, но на первом уровне это максимально бесполезный герой. И то, что он качает еще до крипов, этот первый скил, меня вот это больше всего... Так чисто не ситуативно, а такое, ну... Я точно знаю, что мой Disruption что-то сделает. Но это больше для будущего берется, потому что на первом уровне это не комбинация, это просто жесть. Это 80 урона. Что за комбинация на двух героев, которые наносят 80 урона? Эта комбинация позволила убить ДП, если ты помнишь. Ну, опять же, ДП там было все в порядке. Он просто пожадничал. Ну, сам пошел, да, сам пошел. Если бы он там не пожадничал, а лишайк без ресурсов, потому что его крипы пробили, Shadow Demon там тоже чуть потерял от крипов, но их бил у фул пачка крипов, потому что умник выпали у крипов, и там туда-сюда все это бегало. И, соответственно, если бы он просто не был таким наглым, он бы мог уйти, скорее всего. Ну, был момент, да, ну, понятно. В общем, твои притязания к этому Shadow Demon, они полностью ясны. Ну, надо понять, что и Ахву на самом деле на пятерке достаточно неопытный парень, особенно таких героев, как Shadow Demon, там, например, или Oracle. Да не, я думаю, он паукотнее меня, и... Ну, это 100%, да. Возможно, у меня какие-то знания о Shadow Demon неправильные. Ну, тут Poison плох, да. Потому что стоишь против Омника. И по игре он не очень. Но когда ты качаешь первую, ну, вот прям просто, просто сразу вот мне эту... Уф! Он не парится просто. Да, он не парится. Ну, слушай, это две карты подряд и успешно. Так что, может быть, в этом есть смысл. Хотя по игре первый плюс второй, это точно круто. Да, но сейчас, смотрите, какая-то комбинация здорово будет работать. Можно дать им дизерацию. Это тени 80 урона уже, но Омник спасет. Heavenly Grace хороший, а тут отличный ставит с Кинетик Филд. Моне на развороте, Шекас получает и... Лешак погибает. Но правда в размен на ДП все-таки. Мне кажется, ДП могла чуть отойти. Там поле закончилось, она стояла и получала урон от ульты. Можно было поаккуратнее сыграть, но размен есть размен. Я думаю, чуть лучше даже для Сиреницы. Все-таки Лешак был достаточно таким толстеньким приятным на убийство. У него много денег. За него должны были дать чуть-чуть больше. ВК будет очень плохо в игре, потому что он стоит линию по максимальному. Он делает 3-1-1. Этот герой довольно слабо фармит, когда у него нет скелетов. Он делает полный упор в лейнинг, а он уже ничего на этой линии не сделает. Так ли эффективно скелеты прочитает Хантера? 2D. Кораблем отбросился. Кораблем... Ну и все на этом, да. Корабль помогает жить. Но если бы не корабль, да. если бы он пожадничал. И вот откровенно говоря, если бы в самом начале ДП тогда убило бы Лешака, но допустим, ее забрал бы Shadow Demon, Shadow Demon бы за это получил больше, чем ДП за Лешака. То есть эффективность этого кила была бы не очень, хотя казалось бы Кор и Сопор забирают. И просто Shadow Demon был бы там четвертый на втором. Ну, приблизительно. Ну, не так уж, наверное, да. Четвертый на втором. Ну, третий на втором точно мог быть, и это был кошмар, потому что еще деньги. Пока разминиваются вышками, перетянулся как раз-таки Авентадор, он же Shadow на верхнюю линию на Рейс Кинге, покинул низ, и правильно снизу делать нечего. Тут Мане пришел. Диаболик, у него есть третий в уровне прокачки, можно давить дальше. Интересно, перетянут ли Сиренити? Там ТП-то уже было использовано. Одно или два, так точно. Есть ли вообще какие-то ТП-шки у команды Рейдзианта, чтобы защитить вышку? Мурасты есть, у Кунки должен быть. У Кунка должен пешком идти. Проблема в том, что ДП за ульту, ДП на самом деле не очень боевая, ну, откровенно говоря, хочет поформить сейчас. И с ультой выходить на товара, она не хочет дефить товара. Дефить товара неэффективно. Эффективно сносить сюда, это понятно. А то, что делать ВК будет в игре, я не понимаю. Он станом будет формить, потому что по-другому я не вижу. Вот у него есть стан в 3, скелеты в 2 на седьмом уровне. Как он доберется до этого Мидаса, я не понимаю. Ну, вот так, через лес, что ему еще остается. Уходит на нейтральные кемпы. Да, медленно, но эти Рейскинги все квалификации так отыграли, да, собственно, через Мидаса. Да, только когда ты это делаешь и скелетов набираешь, и там 8 скелетов. Но это одно, это скорость. Это вообще разные вещи. Как тебе кажется, Рейдзиан здесь вот, покупал ли ты, или все-таки Армлет, лучшее решение после Мидаса на Рейскинге? На самом деле, тут эмодичности не так плохо, потому что в чем проблема физического? Да, в своем рассказе сперва, да, от Ланема пытаются убить, ставится срабшим. Стан Рейскинга пошел. Статик Шторм поставили на Мане, Мане сильно пострадал. Есть Реведж на сейв, а Винтотор страдает. Вкачал, вкачал. Да, вкачал на реинкарнацию. Есть Глимс, чтобы Шаду Шаман не задушил, хотя можно было его просто забрать. Флайби минует, чтобы добраться до Мане. Используется крест, еще и Стан Рейскингом дотягивается. Мане здесь уже не отпустит. Флайби. Но надо цеплять, там будет очередной крест, я думаю, разворачивается. Дотянка смеш, Флайби просто принимает на себя все внимание, чтобы тиммейты смогли отойти. Наверное, это правильно, но как-то тиммейты еще не убегают. Стоят Ланем, Макфо, бегите. Вы ничем не можете помочь, просто бегите. И они убегают. Минус два кор-героя, разменен реведж, но там всего лишь выбит ультимейт Рейскинга. Тут основная проблема в том, что у ВК замайкшенный Стан. То есть он не может фармить, он хочет войти подраться и втанковать урон. Он это и сделал. В чем прикол неэффективности этого? Если бы тут была Лина, ну, они бы умерли все. Тут не было Лины и не было ДП. Только Лина хочет быть в драке, а ДП не особо. То есть если будет тут и Лина, и ДП, шансов у РНГ побольше. Ну да, рассказ тут явно не хватало. Тем более у ДП-то не было экзорцизма. Даже если по ним пятером здесь были. Там кулдаун. А вот здесь то, что Рейскинг остается на этой линии, это, конечно, плохо. И куда ему уходить? Зажимают Шаду Демон проход, Авинтадор страдает. Его прекрасно видно под способностью Ланема. И в итоге делают факт. Но вот он после реинкарнации умер. А Мидас, я так понимаю, он не успел купить, да? Рецепт не хватило ему денег? Там не хватало. У него было 1300. Там 1650 на рецепт. И ему очень поздно, и такая раскачка. У него все будет очень плохо. Вот смотри, даже доберется до Мидаса, так в итоге что? Лучше Рэддинс или выходить в более боевой физический билд? Вот смотри, проблемы. Если он физический. Во-первых, есть Шаду Демон с ультой. То есть ты не бьешь. То есть ты всегда должен быть под Репеллом. Под Репеллом у тебя хочет быть другой герой. Это либо Кунка, либо ДП. Не говоря о том, что ДП, мне кажется, не должна тут Юл собирать. Это Денди на ветер. Ты либо идешь жадно, что-то типа там пару брейсеров Аганим. Но на позиции 3 это довольно сложно. Поэтому нужно... Ну вот он Юл себе купил, например, же точно. Не Юл. Ну, Юл против Шаду Демона. Это максимально неэффективно. Ну тогда он на себя примет эту способность? Облегчит жизнь Рейс Кингу или Кунке тому же? Ну, возможно. Ну, в этой игре будет Кунка под Репеллом, потому что Кунка делает Радик. Соответственно, освобождает этот Радик еще для... Ну... А Трес Кинга, да? Да-да-да-да-да. Это типа имеет логику, слишком ранний Юл. Зат Вайди. Конокрестова готова встречать. Есть Дизрапшн. Успевает, кажется, уминать дать баф. И выживет Ли. Есть Рэвидж. Уже откатился по троим корабль. Залетает. Он засейвит. Но там Лина сильно пробивает. Зат Вайди, скорее всего, не выживет. Хотя подтягивается ПИВАЙ Дабл. Зат Вайди забрали. Довольно много ресурсов потратили на него. Атака пошла тем временем еще и по Шаду Шаману. Он тоже уходит. Ну и ДП слишком поздно, слишком неэффективно еще и... И погибает при всем при этом. Но убить не должны. Уходит, конечно. Минать, но это минус 3. Ну, короче, мое мнение, что... Радик тут более эффективен на ВК, чем милишный билд. Но он заложник ситуации. Потому что если он соберет Радик, Кунка не может собрать Радик. И что делать в Кунке? Ну, Кунка Весл БКБ? Как тебе такой билд? А для чего тут Весл? Ну, хороший вопрос. Да, это хороший вопрос. Нет героев, которые генят. Весл хорош на Ембере, хороший в Солкетчере. Ну, Солкетчер и так будет, на Шаду Демони. Даже без фарма, я думаю. Главное, чтобы он умудрялся. Проблема в том, что он без линзы будет, то что у него не будет фарма. Придется поближе подходить. Ничего не поделать. Вот с верением цепляют Дизрапт. То есть Дизрапшн. Сразу Демоник Пурш на Авентадора. Он промазал проблем. Не, не промазал. Не, попал, попал. Ладно, Мека успеет нажать. Ладно, Мека есть. Много впитывает. Где же команда? Тайдхантер подтягивается. Реводжи, правда, нет. Там экзорцизм от ПВА. Зажимает Ланемо. Смогли все-таки его забрать. В погоне за Икси Джеем. В расцепную бросаются ребята из Сиренити. Байбэк от Дизраптора. Будет возвращаться в Битву в Драку. Кстати, шторм у него нет. Но есть кинетик филд. Торрел ваш появился. Тратим ли его сейчас? Да, тратим сейчас. По-троим. Неплохо. Правда, Торрент тоже замечательный. Минусует первую жизнь Рейс Кинга. Икси Джеем там замахивался. Ждать Гардиан Инжел. Но не успел. Просто не успел. Пивай дабл все еще при здоровье. Получаете временем Лагуна Блэйд. Минус лишь шаг. Будут забирать Зет Вайди. Рейс Кинга тоже, кажется, вернули назад через Глимс. Он делает ТП в наглую. Если чем сбить. Да, сбивает станом Лина. Отлично сыгран. Трипл килл бай Сетсу. И это ультра килл бай Лина. Двыгранная драка Ролл Невгивап. Даже несмотря на байбэк от Дизраптора. Ну, Дизраптор танковал нереально много количества урона. Потому что у него много денег. Потому что у него есть это Мека. Но, опять же, был бы Shadow Demon с линзой. Который вторым скиллом на всех вешат. Разные бы игры были. Возможно, на четверке не играет. Возможно, любит на пятерке Shadow Demon играть. Что-то типа такого. То есть, это тоже возможно. Ну, Ахфу сам по себе. В начале своей карьеры. И самый максимум пик своей карьеры. На седьмом интернешнале занимал третье место. Мы помним. Он был там на четверке. Это легендарный был Earth Spirit. Все, я думаю, знают прекрасно, как он катает на четверке. Но, говорит, в этой команде он ту роль уступил Ланэму. Ну, и Ланэм, если уже просто фармит, бегает. Но, если надо, Аху, конечно, может вернуться и на рот четверки. Но не здесь. Здесь приоритет отдан Дизраптору. И пока это работает для команды Ройл Невгива. Потому что траки получаются очень вкусные, очень сочные. Зарабатываются деньги. Убиваются несколько раз. Рейс Кинг. Добираются до Кунки. ДТП. Ну, а ШД как-нибудь потерпит. И, может быть, эту линзу быстро дает, да? Глим, кстати, к Шторм. Возвращают. Это вот неприятно. Но есть их СиДжей. Пурификейшн. Гардиан Энджел здесь на сейф. Но он сбивается с Димоник Пуджем. И в итоге, конечно, перед Сифон Юл. Не знаю, ой, как восстанавливает здоровье. Хорошо. Он успел раскидать Сифон и пивать дабл. И молодец. Только благодаря Репелу он выжил. Репел дает 28 силы. Ну, он на тройку, конечно, дает не 28, а 21 силу. Еще реген. И, соответственно, статус резистанс. Если бы не это, ну, ему бы ничего не помогло. Ни какой-то чин бы не засилил. Ничего. Слишком много дает Репел с хилом вместе. Ну, 21 сил, 420 здоровье. Плюс хп реген. Там, да, там звучит, конечно, мощно. Грейт прям замечательный. Но все равно вышку потеряли. Атака не прошла в Ройлд Новгивап. Но при этом они спокойно забирают сюда без сопротивления. При этом не имея статик Шторма, не имея Рэвиджа. То есть потенциально Рэдзин-то могли бы, наверное, взять драку. Но у них там тоже и Га была использована, и Рескинг еще не дошел до своего ультимейта. Поэтому трудно и Рэдзин там тоже принимать драки. Лина топ-1. Ты посмотри на ее Нетворс. 10500. Очень эффективная Лина. Ультракилл, конечно, помог. Помог получить все эти деньги. А у Рескинга... Армлет. Не очень много. Медас Армлет пока. Да, маловато будет. Ставит себе молнии. Кстати, быстрый закуп. Ну, не знаю. У него и так просто все жадные герои. Даже саппорты такие полужадные. Кунка идет жадно. То, что Кунка по-другому тут не играет. ДП это просто такой герой. Он не может мне жадно сыграть. Не знаю. Вот ловит нон-стоп сейчас игроков. Лагуна Блэйд. Статик Шторм. Корабля ведь нет пока. Где же Омни Найт? Да и сейв. Омни Найт. Ты нужен? Икси Джей есть. Хевенли Грейс. Но тут же Рэвидж пошел. И зато поедите не спасет ничего. То есть прикол в том, что вот тут драка. Ты ее проигрываешь. А у тебя еще и бот горит. Это неприятно, кстати. Это очень неприятно. 4 на 5, казалось бы. ДП уже улетело. ДП уже улетело, потому что там творится жесть с Диаболом. А Ройл Новый Гевап это понимают. Они идут дальше. Они будут догонять соперника. Инкросмеш по двоим. Ланэм в погоне до конца бросается. Будет Глимс, я так понимаю, если что. Если не в кулдауне еще. А, Имана не хватает. Да ладно. Стики Глимс, да ладно. Хватило. Идеально. Игорь дважды убьют. И сейчас можно показать, насколько пробился Тауэр в боте. Маны практически ноль у команды Ройл Новый Гевап. Но подтягивается Манэ, у которого Маны хватает. С нижней линии как раз вернулся к своей команде. Добить соперника. Это очень... Ну, они сделали то, что сделали. Они пошли драться в миши СТ. Просто зная, что даже если они проиграют эту драку, лишь шаг в боте... Снесет. Да, снесет. А ты играешь не на киу, а ты играешь на строение. Ну все верно. А в итоге преуспели... Ну, почти везде. Все-таки Тер-3 не снесен. Но там остается буквально пол захода. И вышка будет уничтожена. Защищать ее довольно трудно. Ну и Ройл Новый Гевап даже это не смущает. Они не идут по нижней линии. Они ломают пока Тер-2. Преимущество за ними 8 тысяч. Есть уже и Рэвидж. Сиренити гибнут. Причем драки полноценной в пятером от Сиренити просто не было еще ни разу. А они не могут принять. У них есть Брэйс Кинг, который, ну, немного страдает. Когда у тебя так мало фарма. У тебя есть Кунка, у которой 7800 голды, но где-то 3 из них просто пустые. Ну вот, у него есть Сакрит. А что дает Сакрит, пока нет Радика? Просто урон. И так последние 10 минут он бегает либо с голдой, либо вот в последнее время с Сакритом. Ну и знаменитые-то эти драки, когда ты не дофармил Радианс. Либо со Свидком, либо Сакритом. Либо 3700, и ты идешь в бой. И сейчас будет плюс-минус надежда на то, что вон он еще ХП Реген берет. Ну то, что второй талант он такой с Афорский. Что ему дадут Репел. И что он втакует такое количество урона. И все это время будет сжигать Радик, соответственно. Какой-то урон наносить. Там уже Аганим появляется у Сетса на линии. Сейчас почувствует на себе это. Ну, вряд ли, наверное, Рейс Кинг. Но кто-то из Омни Найта. Из разряда Омни Найта или Кунка могут спитать. Ну, на самом деле, как бы не лагало, файт начался неплохо для Рейдинг. Потому что им надо, чтобы либо Кунка под Репелом танковала. А ты видел, где он был сейчас? Кунка в топе был. Он на Фонтан ТП сделал. Там драки были без него. Он на Фонтан сделал. Ну, для Радика. Ему не хватало чуть-чуть, он фармил большой кэмп. Он сейчас с Радиком, и команда вся рассыпалась. Если он на Фонтане, то вопрос к Рейс Кингу, дружище, а что ты там делаешь? Да, вот, умирает. Потому что если Кунка рядом, то два расклада. Либо Кунка под Репелом в танковый, если она выживет, ну, шикарно. Либо в Рейс Кинг. Ну, просто танковый, потому что у него есть ульта, и он бесполезный. Он с таким фарм, откровенно говоря, бесполезный. А пока ничего не получается. Тут уже оверфарм сказывается. Тут как бы не пытались сиренить, и они элементарные партефакты. Оверфарм и оверпик. И как сейчас им задевать этого Рошана? Ну, бегут, конечно. Они понимают, что это Last Chance смог последней надежды. Забегают, Ахфу контролит, получает крест и саленс. Не дать дисрапшн пока. Его, наверное, выхилит как-нибудь Микказмом. Есть контр-ревидж. Ахфу жить, Демоник Пурш. Солхейчер, по-двоему, успел расхастоваться. Шикарно. Погибает, что Демон тут же байбэк. Но съедают, на самом деле, Флайби. И, возможно, Мане тоже уйдет. Да, минус один, минус два. Погибается. А Егис есть. Надо подраться как-то. Лина Стан. Хороший Стан. На, и появляется в те временем Лешак. Есть Юул. Какое-то время выиграет для себя. Забирают в те временем Шату Демона после байбэка уже. Тут айбэк был. Статик Шторм ставит за Тланем. Он наконец-то, он подоспел. Лина расстреливает те временем. Умни на это не хватает хила. Видимо, в кулдауне были способности. Остается Зет войти вместе с Вентадором. А Вентадор нет маны, кстати. Нет, нет. У него просто реинкарнации нет. Маны есть, но это и не поможет. Сет очень сильно рискнул. Ультра килл, ультра киллом, но... И Рэпэдж может? Рэпэдж! Погибает. На самом деле... Ты посмотри, сколько голды он заработал. Рэддин с... Ух ты. 1600 просто с одного, с один фраг. Ну, откровенно говоря, Рэддинты сделали лучшее, что они могли сделать. Ну, тут еще небольшая проблема, что подставляется Шадо Демон. Ну, ладно. Это даже не проблема, потому что у него есть байбэк. То есть, это наоборот хорошо. Проблема в том, что Лишак все время простоял в вардах Раста. То есть, его как зацепили, там, 70% хп, он там еще бутстол нажимал, то есть, чтобы хелиться. Он стоит в вардах. Он их не бьет. Либо не может бить. И противник разбежался в разные стороны от вардов. Чтоб не получать урон, чтоб Лишак не касался нюками. Он просто стоял там, выбивал себе проход. Да, он просто стоял, потерял Аэддис и такой, ну, я снова там появился и долго бил как-то. А можно посмотреть, у Ройл Нев Гивап есть форстафы на команду? Просто ради интереса, саппортов? Нет, нет. По-моему, не было, да? Ни у кого нет. Ноль. Ноль. Ноль форсов. Вот там появляется, видимо... А, это Мане Каю будет делать. Это не форстаф. Нет, форсов нет. И не будет пока. Ну да, форстаф, один маленький форстаф мог бы спасти ситуацию, конечно. И чуть лучше драку бы проявили Ройл Нев Гивап. Ну, либо там еще можно на реплее посмотреть, он разбивал правые варды. Там какие-то варды были, и он разбивал вард, и не смог выйти. Он должен был слева разбивать и выбегать влево, но он бы команду так оставил. То есть он просто выбрал какой-то неправильный вард. Плюс его контроль, очевидно, всякие расты и эти кунки. Да, ну неприятно. Я не знаю, может, ему еще на месты не повезло от Радика там. Ну, слушай, тут вообще столько нюансов. Еще и Лина, которая могла бы и не погибать, откровенно говоря, могла бы идти. Да, она очень сильно рисковала, если бы там еще умерли шаг. Ну, кунка бы сдох от диаболиков, потому что они после смерти работают. Но кунка бы получил 1500 за Лишака, за Лину и, не знаю, там, Касталь за Лишака. И кунка бы сейчас был 12500, может, 13 даже. Немного разные игры были бы. А тут уже БКБ. У него две минуты назад был голый радик, сейчас БКБ. Здравствуйте. Ну, это круто для ZVD. Это шанс проявить себя уже в драке. На самом деле, если будет задача впитывать урон, то с этой задачей будет справляться уже под Бакимаром, под кораблем, под Рейденсом, убивать его будет трудно. ДП Аганим нравится, Елун не нравится. Блэдмейл не нравится. Не знаю, что он будет делать с этим Блэдмейлом. Собери БКБ. Ну, будет ульта Лины, будет ульта Шадо Демона. Не верит в то, что сможет собрать БКБ в этой игре. Пока это же быстрый закуп просто. Посмотрит, как ситуация будет складываться. Еще одна камбэк-драк и, возможно, даун. Так же, как и кунка, купит себе Бакимбар. Но в текущей ситуации ДП особо и не убивает и умирает достаточно быстро. Ну, сейчас есть большая вероятность, что на ВК точно не будут кидать репел, он ничего не делает. На кунку у него есть БКБ. То есть кунка может и так втанчить. Не так эффективно, но если ты дашь репел ДП, а кунка там половину втанчит, не знаю, нажмет БКБ, и в него, допустим, Шадо Демона ультанет, ну и, возможно, Лина. И ДП тогда будет неубиваемо. Вот это уже будет круто. То, что будет делать ВК, я не знаю. Может, пойдет вперед такой парень это. А вот и тот самый. Вот и Форстаф. Тот самый. Ну, Серпент Варда это штука такая, с которой нужно, в общем-то, считаться и спасать. Но это не для инициации он тут. Очевидно, только для сейва. То есть из-под экзорцизма, спирид сифонов, там просто толкаем тиммейтов и в нужной ситуации спасаем. Но Форстаф здесь нужен на коллектив. То есть он в рискинге все-таки с такой жадной командой. Ну, у него по героям жадная, я имею в виду. И с такой плохой игрой на нем взял Моунии. Но он оптимист. Но он надеется, что вот такие драки будут продолжаться. Тут кунка с Рики сторвал дальше следующую драку. И он стреки сорвет. В лейт выходим с Молниями. Нормально, будем фармить. Ну, удача ему пофармить с этими Молниями. А точнее, привнести импакт. Потому что даже с Блинком просто прыгая вперед и впитывая урон, он не самый эффективный тут. Но с Молниями он даже не прыгает. Блэд Мэйл на ДП. Блэд Мэйл куплен все-таки. Не знаю, может Лина себя как-то убьет в него. Но другого применения не особо вижу. Потому что Лишак, ну, он только Диаболики возвращать будет. Ой, а Рейс Кинг сейчас не вот так вот не отъедет. Просто Лагуна Блэйд. Он дважды тут отъедет. А Статик Стором есть. Ставится Кинетик. Стану очередной Атлины. Ну, конечно, он Нинаид попытается помочь. А тут просто-просто кидается Демоник Пурш. Гаа не работает. Есть Рэвэдж. Ну, Авентадор. Шадоу, шадоу. Ну, как так-то? Лишак сюда приходит. И как драться теперь без Рейс Кингу? У него, конечно, есть байбэк, но у него не будет реинкарнация. Вот это прекрасно известно. Ставится в Северном Кинетик Филд. Снова Стан от Лины издалека раскидывает свои способности корабль в Тайт Хантера. Мане теперь впитывает тоже. Мане на крест посадили. Поднимает себя пока в Юл. Лина снова Стан на этот раз не точно. Торрен замечательный по Мане. Мане просто погибает под экзорцизмом. Спасти не удалось. И Дайр отступает. Очень странный драк какая-то. Рейс Кинг просто так умер. Клишак просто так умер. Прикол в том, что они убили ВК, но потратили на это довольно много. То есть, они потратили главный свой скилл. Это ульту Шадоу Демона. Они сняли репел. А дальше урона они не особо наносили. И ДП, которая... Ну, когда ульта Шадоу Демона в кулдауне, она, соответственно, может нажать на себя Юл. Что, в принципе, она сделала. И она фуловая была. То есть, еще, соответственно, проказ Лины был потрачен. То есть, как бы глупо он не подставился. Если противник не отходит... Вот, да, рассматривается момент. Вот, раз, а выйти не можешь. И вот первую жизнь сняли. Сейчас после инкарнации он долго здесь будет еще стоять. После воскрешения. Его заблочили сперва. Он поднимает себя в Юлу уже свой. Другой. Вот, вот, и оп. Оп, и прошел. Ну, хоть на второго прошел. Ну, слышно, там крест, и все равно вернут ведь. Ну, да. Вот здесь будет момент. И концовка тоже очень интересная. Ну, ладно. Без концовки. Драка, кажется, намечается под смоками, ребята, из Royal Neve Give Up. Так, ну и теперь шеду демону просто нужно подумать о том, куда же свой Демоник Курш использовать. В какого героя. Потому что не всегда, как мы видим, эффективно давать погибающего Рейс Кинга. Ну, тут больше прикол в том, что от Рейс Кинга импакт таковой слишком маленький. Летвайди с Бэйдмейлом. Здравствуйте. Да, нормально. БКБ нажал. Вперед. Рассказ на соперника. Но есть отличный дизрапшн, так он сейвит, энкор смеши развешивает. Там секунд 10-15 до Реведжа. Ну, из-за этого цепляет Омни Найт. А вот это вот неприятно, на самом деле. К Си Джейлу. А Гуна Блейд его просто стерли. Он должен байбэк прямо сейчас и лететь, если они хотят драться. А хотят ли они? Видимо, нет. Они просто отдают. Они либо отдают, либо байбэк это сразу. Ирошан там есть. Могут забрать. А скорее всего, ребята из Ройл Нев Гивап пойдут выбивать байбэки. Кстати, у которых есть только у Омни Найта, а у Рейс Кинга байбэка, между прочим, нет. И это неприятно. Потому что 43 секунды будут властвовать на этой точке команда Ройл Нев Гивап. Забирать целую сторону. Но пытается как-то за твоей сейчас отбиться. Ставится Серпент Варды на деф. Вот теперь Ройл Нев Гивап вполне могут отойти и забрать Рошана. У них какие-то интересные старты. Потому что Лун Ка с Бладмейлом, ДП с Бладмейлом и ВК с Бладмейлом. А теперь главный вопрос. А что вы этими Бладмейлами возвращаете? Лагуну Блейд они хотят. Вот, только Лагуну Блейд. Потому что остальное, ну извиняюсь, там БКБ еще где-то 7 секунд у Лешака. Лешака, да. Сколько там написано? БКБ у него вообще собирает. А он только собирает, извиняюсь. То есть у него даже не было. А будет 10 секундная сейчас? И вы собрали 3 шмотки по 2200, то есть 6600, а он соберет 3900. Которую он бы и так собрал, потому что там много моделей. Ну это, знаешь, это уже похоже на какую-то безысходность. Это вот хвататься, не знаю, пытаться выбраться из тонущего корабля, хвататься за воздух как-то, не знаю. Больше сложно объяснить, почему именно так. Но они решили, что сейчас будет файнал пуш, файнал драка. И надо к этой драке максимально готовыми подойти, иметь хотя бы какие-то артефакты за маленькие деньги. Это бюджетно? Возможно, да. Ну только такое объяснение можно предоставить. Какая-то логика должна быть просто. Это неэффективная, она очень рисковая. То есть они в конце концов какие-то файты выиграли, в том числе в боте. Но опять же, там Shadow очень сильно подставился. Противники на него много зауязали. И они могли отойти. Снизу в Shadow Shaman подловили, кажется. Там раскаст от Лины. И да, вряд ли спасется Роджи. Лагуну не тратили. Легкие минусы. Два кора, два тревелов. Легко, да. Мобильность шикарная, просто ловим соперника по всей карте. Кто-то один отходит, отлучается от своей компании и сразу же погибает. Так вот, файты в боте, где Shadow поймали. Там ТПшились по одному. Пытались его спасти всеми силами. По факту Дайр его, ну можно сказать, на халяву забрали. То есть да, они потратили на это скиллы, но по факту они на халяву. Потому что они могут отойти, их никак не цепанут. Они решили драться, потому что Реведж был в пятерых, в пятерых, извиняюсь. Есть израбшин из-под креста. Торрент, правда, точный. Ах, фу. Байбэк наверняка нет. Есть, уже открутился. Время прошло. Все нормально. Но смотрю я на ДП, и под ней не горит зеленый треугольник. Ромбер. Есть у меня сомнения. В чем у тебя сомнения? В пользу того, что они делают. Но они идут под святыню драться, я так понимаю. Вот в этом, видимо, какой-то пользы. ПВВ нажал этот Blade Mail, экзорцизм. Ставится static storm. Race King в него попадает. Омни Найта просто сливы омнинать не успел. Есть реведж, что-то погибает после байбэка вновь. Такое мы уже видели. Но просто как его команда теперь отреагирует. Должна хорошо, по идее, расправляться с соперником. Нет уже экзорцизма. Винтадор погибает. Погибает в первый раз. Будет реинкарнация. А ДП погибла. Реинкарнации у него, к сожалению, нет. Выключают еще и Кунку. Пока воскрешался. Shadow triple kill by Mane в этот раз. Ну и остается одиноко стоящий здесь Роджи. Который пытается спрятаться. Но его прекрасно видно. Это ультра килл. Но теперь от Mane. Рэмпиджи как-то не дают команде Royal Neva Give Up. Но вот ультра киллов здесь хватает. Ну это такая безвыходная ситуация. Когда ты свой ромбик вынужден тратить на саппорта Shadow Demon. Ну он там это езал на Тайда. Но все его герои убивали Shadow Demon. И безвыходная ситуация. Потому что ты либо бежишь вот так вот противника чезить под святыню. Когда у тебя заканчивается ульта. Либо противник просто отходит и забирает Рашану. Потому что ты не сможешь драться. У тебя урона не будет. Ну да. Палка в двух концах. В общем-то тут в любом раскладе они наверное оставались в минусе. Но они остались в минусе тогда. Когда они в общем провели вот настолько плохо начальную игру. И когда у них все так ужасно получалось. Сейчас они поджимают плоды того. Что соперник просто оверфармит. И постоянно имеет больше, лучше возможностей для драки у них. Ну я еще считаю что тут есть некоторые проблемы в пике. Потому что я до последнего думал. Что ВК будет позиции 3. Потому что ВК пикнут на первый пик. Очевидно профи у него что-то пикнут. А поставь на тройку. Ну типа будет вызывать работяг. В конце концов его скилл билд. Его итем билд. Как пикнут ДП. Да это грубо говоря как против дума работает. Чем больше таргетов тем лучше. То есть когда против дума только одна цель. Которая получает дума. А все остальные им все равно на это. Это не круто. Если у тебя есть 3 цели которые боятся дума. Дум будет выбирать так. Ну у меня 33% кого давать парня. Форд будет. Ему ничего не грозит. Четко Климер Кейп еще готов. Лина станет. Реведж секунд 15. То есть опять же безвыходная ситуация. Их форсят на Рошана. И линии подпушиваются крайне еще. Тоже не притерых практически. Да он давал в четверых. Один раз в пятерых. Один раз в троих. Остальные я не видел. То есть он дает реведжи не на инициацию. А на реингейдж. Ой. Западим. Там Diabolity 25. Они очень много наносят. БКБ нажал. БКБ сейчас закончится. А куда бежать-то ему? Перекрывают проход. Перекрывают кислород. Их СиДжей здесь. Стал конечно Heavenly Grace. Но реведж получает. Сейчас наверное Омника проще просто выключить. Вот Вайди пока оставить в покое. Но пытается того и другого. На самом деле фокус такой себе. И забирают суппортов. Как-то странно делают пока Ройл Нелл Гивап. Их СиДжей все еще жив. Где же фокус по одному персонажу? Они расплитились. То одного, то второго бьем. В итоге никого не убили. Станут Лины хорошие. Флайбе здесь конечно спасается. Мане просто уходит. Три кор-героя уходят. Но суппорты были убиты. Я боюсь не заметил где была Лина. Потому что... Она не успевала. Но если она не успевала. То зачем они собственно дрались. Был лишь Шак. Был Тайт. Которые бежали за Кункой. Которого под Сей Вовник. Это было нормально. Если бы была Лина. Потому что двое саппортов оказались сзади. Которые... Ну... Просто их накрыли. Их убило в соло ДП. С Фрэйс Кингом и Расты. Не совсем в соло. С помощью контроля. Ну в общем. Два саппорта остались позади. Потому что... Лиша Китай. Позиционку им сломали. И это было бы нормально. Если бы была Лина. Потому что там либо Кунка. Либо Омник. Мгновенно умирают. Ну вот на мой взгляд. На самом деле урона хватало. Если бы они... Либо решили. Мы убиваем сейчас до конца героя. Либо все-таки переключаемся. И убиваем Омника. Потому что Омник потратил свои нюки. На сейф своего коргероя. Но они в итоге били и того и другого. Дэмэдж распределился. И не хватило дэмэджа. Не было Лина. Ну и Лина тоже не было. Это правда. Ну то есть далеко забегать тоже не стоит. Royal New York, конечно, байбеки не потратили. Но получили пощечину неприятную сейчас. И будет, видимо, еще одна драка. Рэведж у Тальхангра. Правда, нет пока. Увидим. Возможно. Рэведж у него 10-15 секунд. Да, появится. Опять же, тот рэведж сдал он без Балинка. То есть, я не знаю, там, собери Шиву, собери Кирасу. Ну, это его право. Я думаю, он не будет тут сжать рэведжи на инициацию. Потому что это будет ломать позиционку с эмтимейтем. Омника на халяву забрали. Идут Рошана. И я не вижу ромбиков от ДП. Меня это напрягает. Хоть ромбики, конечно. Дайте для Никиты ромбик, пожалуйста. Акунка только что вязал. Друзья, вы... Задержались. Они остались. Авинтадор еще по центре залез. Его прекрасно виды глимсуют по центре. Кинетик не самый удачный. Но он выходит именно туда, где радиус еще действует. У этого сантряка его будут открывать. Он сейчас треснется, и будут работать молнии. И... Оп. Не очень. Кажется, ГГ. Ну, ДП есть экзорцизм, только нет байбека. Вот это вот нюанс небольшой. У Роскинка тоже байбека нет. Два кор-персонажа без байбеков сидят. Ройл-Невы кивап с убитым Рошаном сейчас. Со всеми, со всеми бонусами. С этим преимуществом 23 тысячи. Ну, правильно говоря, 25-й лишь шаг. Три стороны снесет с завидной скоростью, скажем так. Но мы сейчас-то проверим. Как минимум сниз уже упал практически. Затвойди получает глимс. БКБ нажимает. Ну, надо откидывать с какими-то хотя бы способностями. Ройл-Невы кивап, конечно же, стоят на месте. То есть, даже втанчить не может. Да, он тоже ничего не может сделать. БКБ откатывается. Корабль 30 секунд. То, что Тир-4 ломать или верхнюю линию? Верхнюю линию, кажется, пошли ломать. Или будут драться под фонтан, под фонтан. Мане вперед, пошел Статик Шторм. Флайби тоже здесь. Гардин Энджел используется. Флайби имеет реведж. Пока держит до последнего Лакуна Блейд. Уничтожил Кунку. 120 секунд без него. Ну, а вот теперь спокойной душой можно и остальное поломать. Или нет? Надо определиться с чем. Да, ну вот что мы ломаем? Ломаем все-таки топ. Ладно, будем делать мега-крип. Ломают топ и потом пойдут не ломать. ДП глимсанули, чтобы не мешалось. Правильно. Ну что, Глиф. Последние возможности. Надежда. Экзорцизм по всем пивай-дабл. И пошел, получает просто дисрапшн. Теперь Цифон раскидал бейтмейл, активирует. Он пошел теперь рейс кинклину. Нашел, получает гаш. Добежает до соперника. Ровно один удар нанес Авентадор. На этом пока все. Лишак откидывается своим станом. Снова бафы. Мане разворачивается. Соперника просто прожигает. Сейчас урона не будет. И вот он тот самый реведж. Солт кетчер. И теперь просто нужно поглощать соперника. Но это, наверное, будет красивой финальной точкой данного противостояния. Опять же, который дал без блинка. Да. Можем пометить. Потому что на реингейдж он ни разу не инициировал. Инициация от него тут не нужна. И без этого справился. Да. Ну что, довольно легко получился Ройл на его гивап. Как-то вот ожидалось то, что сиренити на линии лучше отстоят. Рейс Кинга будет больше. А так там мы смотрели стадию лейнинга. Проблемки. Да, Тайт Хантер. В общем, почему-то имел много-много денег. Много крипов. Там 13 у него было. Крипстад даже лучше, чем у Рейс Кинга на начальном этапе. На первых пачках. Потом еще замакшенный стан. Было много проблем на линии. Включая пик. И в итоге пик еще не понравился. Суммарно это приводит к тому, что господа из сиренити у нас, я так понимаю, выбывают из возможности подраться за плей-офф. И где-то там уже останутся в следующем сезоне. С Решлафным или нет, посмотрим в ближайшее время. Ну а команда, собственно, коллектив Royal Never Give Up обеспечивает себе второе место как минимум, я так понимаю. Так что... Не хочу тебя огорчать, сиренити и так не имели шансов. Да. Даже до этой карты. Да, потому что 1-4 уже дает тебе в этой группе конкретно ноль шансов на то, чтобы выйти. Так что они просто доигрывали и получали удовольствие. Тимфайт. Но ребята подвели. В принципе, терять им нечего. Так что я не думаю, что они сильно расстроены. Ну, игра была классная, как минимум. Это РНЖ. То есть в любом случае, когда мы видим вот таких вот героев, как у РНЖ, 5 магов, 5 боевых героев, то есть идея слева точно такая же, где на жире можно в общем в 5 магах ехать. И это мне понравилось, что они в общем купили эти Блэйд Мэйлы, которым вот если бы они... Ну, чуть-чуть у них был бы лучше старт. Не знаю, процентов на 20, мне кажется. Вот. Вполне возможно, хватило бы им вот этого вот жира, зайти в магов. Кто-то выжил, кто-то бы умер бы от Блэйд Мэйл. Как-то бы они в общем менялись. Вот. Потому что тут, если они в лейд выходят и проигрывают, скажем так, ну, 5 тысяч, да? Не 10, 15, 20, а 5 тысяч. Вот я реально вижу, как они могут выиграть Team Serenity. Опять же, показали они в общем силу этого Омни Найта. Хоть он был на пятерке и так далее, но импакт от него был бешеный. Реально бешеный. То есть там герой просто выживал секунд 10, когда его били 3 героя РНЖ. При этом они имели где-то 10 тысяч преимущества. Это, ну, супер круто. Чуть-чуть им не хватило. Все-таки порешала вот эта драка, где Лина взяла ультракил очень рано. И сейчас, видите, она по Нетвордсу очень сильно отрывается. За счет этого она в общем постоянно будет выживать и убивать. В общем, один раз только у Рошана умрет. Вот. Если бы этой драки не было, игра была гораздо более близкая, мне кажется. Тут сервис Ренити, на самом деле, шансы победить были. Были, и команды играли неплохо. Единственное, кто выбивался из игры немного, это в Рейс Кинг, на мой взгляд. Тут можно у Егора спросить, что можно было сделать лучше. Но как-то импакта от него вообще не было. Может быть, связано с тем, что его взяли на ферстфике и как-то закрыли. Но закрывает ли в Рейс Кинге вот эти вот маги, когда ты вроде как не против, что тебя будут толпой нападать, бить. Просто в ответ никакого. Ну, то есть твоя команда не выдает ДПС в том объеме. Ну, знаешь, там вроде как есть кунька ДП, которые могут ехать. Омник, который тебя подсейлил и так далее. Вот. Вопрос еще опять же корректный. Ну, блин, Омник делал много, даже несмотря на то, что был Shadow Demon. Вот если бы Shadow Demon был в бане, и у них был бы Омник, тоже было все гораздо-гораздо проще. Егор, что думаешь? Насчет ВК, у него просто очень-очень плохой билд. Ты не можешь собирать Мидас, Армлет, а потом какие-то еще танковые артефакты. Ты либо идешь Мидас Радианс, либо просто Гол Радианс, либо Мидас, Армлет и Дизоль, чтобы вносить максимум дэмэджа. Но он собрал Мидас, Армлет, Майл, потом Блэйд Мэйл какой-то. Что это за артефакты вообще? Просто миллион утилить артефактов, когда ты первая позиция. Вот, вот видите, здесь 10 тысяч проигрывает. Но здесь, вот если бы он убил двух героев здесь... Если бы был, эх, был бы Блэйд Мэйл. Да. Как бы сейчас вдавил. Ну, и тут тоже 12 тысяч проигрываете, заходит я на вражеский шлайн. То есть тут все-таки стерените, несмотря на то, что камбэкать могли. Мне кажется, если бы они сыграли чище, более защитно, более от своих артефактов, было опять же больше шансов победить. Вот тут они опять заходят на шрайн вражеский, но это уже совсем наглость, мне кажется. И то тут видно, что шансы у них есть на самом деле. Пацаны проигрываем 12 тысяч, давим на чужой шрайн. Да, да, да. Это реально выглядит забавно. Причем посмотри, насколько герои битые вражеские. И только сейчас варды были установлены. Ну, странно. Странно. Вот не зря они, в общем, сколько они? Они 1-5 уже имеют, да? Да, они 1-5, они вылетают точно. Они вылетали еще до этого матча. Ньюби, друзья, только что тоже завершили свою встречу, тоже вылетают. Итого, SCCC не будет в плей-оффе. Что, в принципе, не мудрено, если взять нынешнее положение делу Ньюби в этом году на протяжении всего DPC сезона. Итого, у нас уже целых три команды отсутствуют в квалификациях. Это Ньюби, Сиренти и Сириус. 3-4, 1-5 и 1-6. Вот эти молодые люди точно уже не будут представлять свою страну на TI. Что, возможно, кстати, для китайцев печально, потому что, опять же... Ну, я точно рад, что мои парни прошли в плей-офф. Буду дальше за них смотреть с удовольствием. Мне нравится, как они играют. Вот далеко не каждая команда может себе позволить вот пики из таких именно пяти героев. С Лишаком, с Линой, Кормом. Это, ну, смело, на самом деле. Интересно то, что, на самом деле, сейчас мы будем смотреть последнюю карту, да, в рамках групповой стадии. И там решиться будут ли у нас переигровки, потому что в них могут участвовать CDEC и Home и Team Aster. Так вот, у CDEC и Home уже все понятно. Они 4-3 идут. Они пока занимают третье и четвертое место. Aster могут к ним присоединиться. У них пока 3-3. И они будут играть как раз-таки против Сиренити. Что означает то, что они имеют все шансы на то, чтобы выйти в переигровки. Потому что Сиренити, как вы видите, не особо мотивированы и не особо хорошо катают. Вот. И Team Aster могут еще себя показать. Показывать нам пока статистику. Напомню, что вы также можете присоединиться к обсуждению матча на dota2.ru с LGG. А также то, что у нас еще имеются правильные трансляции, на которых сейчас идет Европа. Вроде как постепенно начинаться она должна. Там должны вам показываться матчи... Нет, по-моему, еще не началась, да, Европа. Нет, еще не началась. Но скоро. Скоро она начнется. Там тоже очень интересно, что второй день групповой стадии. И пока Кеосы с Матум Боменом имеются шансы вылететь из групповой. Если они хоть один проигрыш получат, насколько я знаю. У них 3-3. Нет, у них 2-3. А я вчера говорил, кстати, что хипоманьяки им напихают. Я реально говорил. Да там они сами себе напихали, если уж так... Мне не важно. Да, сейчас у них 2-3. И если они лузают хотя бы одну карту, то они не выходят. Но самое ужасное, это не то, что у них 2-3, а то, что расположение в групповой стадии. Над ними находятся 4 команды с 4-1, 3-1, 3-1 и 3-1. Значит, у них реально все очень плохо. И значит, не факт, что они еще смогут выйти. Даже выиграв все карты, они выйдут, да. Это главная для них проблема. Спасибо. 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 Спасибо.